Привет! Я Свекла Арт и сегодня я покажу, как акварелью нарисовать просто и быстро птичку, небольшую птичку, практически фантазийную, в которой будет преодоладать синие оттенки. Фотореференцев у меня практически нет. Я ориентируюсь обычно на несколько фотографий, потом выбираю, создаю что-то свое и вот получается работа. В данном случае это простенький карандашный силуэт птицы и далее я уже фантазирую акварелью. Раз многослойности не предполагается, значит вот в этом первом и единственном слое я уже должна показать как наиболее светлые участки птицы, так и наиболее темные, чтобы потом мне не пришлось их добирать. Также я играю с цветами, я показываю, как перетекает один цвет в другом, поэтому получится довольно живописная птица. Итак, такие краски я сегодня использую. Из коричневых и теплых это жженая сиена и жженая умбра. То есть вот такие коричневатые оттенки я беру, они прекрасно сочетаются с синими цветами. То есть опять же это контраст по цветовому кругу, поэтому будет выглядеть такое сочетание довольно-таки эффектно. Из синих я сегодня взяла индиго и мой ходовой ультрамарин. То есть в основном три цвета, это коричневая, это индиго и это синий ультрамарин. Далее я еще подрисую цветочек в клювике у птицы, он скорее всего будет желтеньким или оранжевым. Это тоже будет здорово сочетаться с синим. Бумага, на которую я работаю сегодня, это стопроцентная целлюлоза с ярко выраженной фактурой. В данном случае это бумага от Паухонг. Обратите внимание на то, что я работаю не сухой кистью. То есть на кисти у меня довольно влажная, насыщенная краска, не сухая, повторюсь. Это позволяет прямо первым и единственным слоем, прямо на бумаге смешивать цвета. То есть оттенки перетекают друг к другу. Посмотрите, сейчас вот этот коричневатый и синий, они смешиваются прямо на бумаге, и образовывая плавные переходы, живописные переходы. Вторым слоем мне не придется уже что-то добавлять, что-то смешивать. Все происходит в этом приеме. Субтитры подогнал «Симон» Если мне кажется, что где-то перебор с насыщенностью или темнотой, я влажную кисть отжимаю пальцами и вот так выбираю необходимое количество краски. Тем самым высветляю, но очень мягко, какие-то элементы работы. Вот, в общем-то, и все с первым слоем. Теперь нужно, чтобы работа подсохла. Я уже работать продолжу по-сухому. Прорисую клювик птицы и добавлю некоторые детали. Подчеркну ее оперение, затемню место под крылышком, там должна быть довольно темная четкая тень, и подрисую ей украшение, это нежный цветок. Работая на целлюлозе вторым слоем, мы должны помнить, что на целлюлозе, в отличие от хлопка, первый слой может нарушаться. Поэтому мы работаем кистью очень деликатно и быстро. Для прорисовки лапок я буду использовать все те же цвета. В основе это коричневый, можно добавить немножечко желтой охры, а также кое-где на теневой части затемнять, тем же индиго. То есть много цветов я стараюсь в одной работе не использовать, тогда работа поет, грязи практически не бывает. Ну и, в общем-то, в ограниченной палитре вообще очень удобно и полезно работать. Для изображения цветочка я выбрала оранжево-желтую гамму, она очень хорошо должна сочетаться с моей синеватой птичкой, синий-серой. Я взяла оранжевую, я взяла лимонную. Также на кисточке не сухая краска, довольно много воды, что позволяет прямо на бумаге смешиваться цветам и достигается интересной переливы. То есть я не прорабатываю цветок, лепесток за лепестком, я позволяю акварелию перетекать, образовывая непередаваемые переливы. Ну и потом уже вторым слоем, может быть, немножечко затеню, чтобы сделать более четкие, читаемые лепестки у цветка. Добавлю немного тени под лапки, также использую все те же цвета из птички, это коричневый и индиго. Получается такой сероватый цвет, который уходит то в сторону коричневого, то в сторону индиго. Ну и последний штрих, это уточнение оперения птички и ее глазика. То есть я темным, уже довольно темным и довольно плотным цветом, тоненькой кисточкой прорисовываю глаз и добавляю несколько штрихов оперения. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...